Максим Елисеев Впрочем, если судить по настроению молодого человека, то он нисколько не сожалеет о случившемся, хотя признает, что со своей стороны ожидал от участия в молодежной телестройке значительно большего. Как рассказал уже бывший участник телепроекта, он на самом деле надеялся, что ему удастся отыскать отношения перед телекамерами. Однако, судя по своим наблюдениям, подобную цель на шоу мало кто для себя ставит как основную. Более того, Максим признался, что люди с намерениями поиска отношений там не нужны, а в приоритете лишь фрики и скандалисты, которые ради карьеры готовы творить совершенно невообразимые вещи. Удивительно, разве Максим не знал об этом, когда приходил на проект? По-моему, такая информация больше ни для кого не секрет. Полной неожиданностью для многих стало решение Рома Гриценко покинуть проект. Парень не устоял против заманчивого предложения войти в семейный бизнес. Тем более, что лишь добившись определенных высот, Рома сможет претендовать на внимание Ольги Бузовой, которая давно является объектом вожделения топчика «Дома-2». Не успели поклонники порадоваться за Гриценко, как его обман был раскрыт. Всю правду об экс-коллеге по «Дома-2» выдал Виктор Шароваров. Если верить Вите, вместо того, чтобы вернуться в родной город, Гриценко решил обосноваться Москве. Правда, и тут дела молодого человека обстоят не так гладко, как хотелось бы. Так у Ромы нет ни работы, ни средств на аренду жилья. К счастью, нищая легенда «Дома-2» согласился приютить Арэ Чабанян, который, к тому же, стал для Ромы своего рода наставником в вопросах безбедной жизни в столице. Несколько недель назад в симпатии к Ольге Орловой неожиданно для окружающих признался Саймон Морданшин. Впрочем, тогда же участник «Дома-2» поспешил подчеркнуть, что воспринимает ведущую как музу и не претендует на полноценные отношения. Не исключено, что таким образом молодой человек, пусть и заинтересованный в тесном общении с Орловой, оставил себе право на близость со свободными участницами «Острова любви». Однако первый же поход налево и месть Орловой не заставила себя ждать. Для телезрителей давно очевидно, что Орлова неравнодушна к брутальному качку, а его разговоры о симпатии и вовсе восприняла как зеленый свет. Стоит ли удивляться, волшебство Марии Смирновой с Морданшином за живое задело ведущую «Дома-2», за что уже поплатилась не только Маша, но и ее сестра. Накануне обе близняшки отправились на поляну с черной меткой. И хотя их уход еще не решен, мало кто сомневается, что по указке Орловой девчонок уберут с проекта. Валера Блюменкранц любовь на Сейшелах не строит, зато худеет. За 10 дней скинул 7 килограмм. В сети появился слух о возвращении на «Дом-2» Ноны Щекиной. На своей странице Нона выложила фото с поляны, но это может быть и старый снимок. Татьяна Мусульбес получила новый паспорт, и теперь она Татьяна Литвинова. Телезрители проекта продолжают недоумевать, что держит Лешу Купина рядом с Майей Донцовой. Абсолютно очевидно, Купин не пылает страстью и любовью к избраннице. Более того, его привлекают совершенно другие девушки. Но сознаться в этом он по какой-то причине не может. Не исключено, все это время Купин держался за Майю исключительно ради московской прописки. Правда, если это действительно так, Донцовой придется подыскать другого жениха. Ведь у Леши появился повод слиться со свадьбы. Еще недавно Донцова хвасталась перед коллегами шикарной трехкомнатной квартиры в Москве. Девушка не скрывала, недвижимость ей презентовала отчим. Вот только мужчина, как видно, быстро одумался и забрал подарок. Если верить Ирине Михайловне Донцовой, ее экс-супруг изменил свое решение из-за нахождения Майи на проекте. Женщина не скрывает своего разочарования. Ведь они уже планировали сделать шикарный ремонт в подаренной квартире. Теперь фанаты проекта гадают, как скоро Алексей Купин после такой информации сбежит от Майи Донцовой. Ведь девушка осталась без наследства. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.